Тимофей Ануров вместе с мамой и младшим братом поднимается в актовый зал Видновской гимназии. Шестиклассник увлекается танцами, музыкой, шахматами и резьбой по дереву, а еще успешно учится. В различных конкурсах участвует с детства. Его коллекция – это больше 80 грамот и дипломов. Получить грант главы Ленинского района было особенно непросто, признается мальчик. Путь к этой премии был очень долгим. На шахматах 5-6-часовые турниры, всякие фестивали, конкурсы. Очень трудно, но все-таки я совсем справился и получил эту стипендию. Получился второго раза. Документы на конкурс родители Тимофея отправляли еще в прошлом году. Конкуренция очень жесткая. Из нескольких сотен претендентов к участию в состязании допускаются лишь десятки одаренных школьников. На суд жюри они отправляют свои награды и дипломы. Это так называемое портфолио. Кроме него есть и другие требования. Нужно подготовить программу и пройти определенное прослушивание. А потом, когда, например, есть ряд конкурсов, где нужно прислать видеозаписи. В этом году видеозаписи, портфолио и прослушивание принесли губернаторскую стипендию 11 воспитанникам районных учебных заведений. Еще полсотни школьников получили грант главы района. Такая круглая цифра не случайно утверждают в администрации. Любая награда ценится не когда ее раздают с учетом инфляции, а все-таки награда цена, когда ее заслуживают. И если когда-то, много лет назад определили, что их 50, то должно быть 50 заслуженных детей каждый год. А вот размер стипендий может меняться. В этом году губернаторская выплата составила 27 тысяч рублей, районная на 17 меньше.